БМВ ничего не меняется, я в сервисе. Я в сервисе не из-за того, что она плохая или мы ее не доделали. Все доделали, все работает, все круто, все классно. У меня в пороге катается болтик, потому что кто-то его туда уронил. Он катается на протяжении всей машины. Мы пытались эту проблему решить, не решили. Хочешь послушать еще раз? О, тут как раз лед. Я хочу сейчас еще на переднее понять, она до переда докатывается. То есть она не там катается, она тут катается. Вот тут не надо было разбирать. Тогда она прямо как будто до переда докатывается. Разбирайте. Все, машины. Я тоже думал двери, но двери нет. Ну разберите ради прикола. Но почему я вообще с этого начинаю тест-драйв? Потому что у нас новая БМВ М3, в которой не работает фонарик. Если у вас БМВ, то вы работаете в ваш ПЦ. Тихо, он испугается или нет, смотри. Субтитры сделал DimaTorzok Для меня любовь к третьей серии появилась в кузове Е36. Многие из вас еще в тапки ссали. Но тогда это была очень крутая машина. Я понимаю, что когда я сегодня, морда такая, которая переездила на всех машинах мира, говорю, что М3 типа этот, ну такое. Я хочу извиниться перед пацанами, которые сегодня не дошли до уровня для того, чтобы купить себе эту М3. И для которых эта М3 это предел мечтаний. Когда я первый раз на ней прокатился, потом появились ребята, которые купили эти первые машины. Они у них точно так же грелись, у них точно такие же были проблемы. У кого-то были, у кого-то не были. Кто-то чуть позже купил. И они мне такие, Давидыч, да что ты рассказываешь, они не греются. На самом деле они грелись. И проблема была в программном обеспечении. Не-не-не, ну его нахуй. Привет, паштет. Давай, не-не-не, ну его нахуй. Паштет. Я за***ался. Послушай, у нас вопрос. Спокойно. У первых машин, у первых прошивок мы с тобой тогда выяснили, что были проблемы по программному обеспечению и система охлаждения работала неправильно. Но после, когда ты искал второго или третьего обновления, ты справился? Всё работало? Да. Всё стало нормально? Окей. После того, как программное обеспечение изменили, вышло первое обновление, второе, третье, машины так и греться уже не стали. И на самом деле этот мотор реально будет легендарным ещё на протяжении многих-многих лет. Его будут надувать, под него более корректные программные прошивки будут делать под мотор. Этот мотор такой прям лютый. Молодёжь будет эти машины покупать, эти машины будут стареть, они будут падать в цене, этих машин будет становиться больше. Про мотор расскажи. Ну что мотор? Высший мотор, если честно. Реально высший мотор. Сколько можно сделать, чтобы он жил? 750 сил он будет держать. 150 тысяч проедет при замене масла на нормальном услуге? Я думаю, да. Ну как, 150 тысяч, ну ты не забывай, что… Хорошо, 120. Ну 100, 100, 100. Вкла-ды-ши. 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 В моторе БМВ. Будем копаться в деталях. Вкла-ды-ши. Вкла-ды-ши. Они как стражи. Защищают сердце машины. В моторе БМВ. Где каждая деталь ценится во злате. Но если они износятся, это может стать причиной страданий. Вкла-ды-ши. 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 Держат нас на плаву. Машина для города кайфовая. Если бы у меня не было вариантов. Вкла-ды-ши. Вкла-ды-ши. А мне бы сказали, выбери, пожалуйста, себе либо купе, либо седан, либо сарай. Я бы точно купил сарай. Знаете почему? Потому что более сексуальные машины БМВ уже очень много лет не делали. И это правда. Короче, у нас три персонажа. И у них три эмки. И у них у всех были седаны, а у кого-то даже есть. И они потом купили сарай. И вот мы с ними обсуждаем, что за херня. Типа, почему такая стоимость? Где еще, так же как в России, покупают такое количество эмок, геликов 63-х, SX 63-х, Audi RS 6-х. За такие бабки. Вот кто в мире еще так покупает? Ну окей, хорошо, там Америка, там 300 миллионов человек, они там на масштабе могут себе позволить. Но кто? Кто любит быстрые тачки? Русские. Извините, пожалуйста. Не хотите котика купить? Ой, а я кошек не люблю. Да? Я собачный, да. Понял, спасибо. Девушки, извините. Котика не хотите купить? Извините, а котика не хотите купить? Нет, нет, спасибо. Котика не хотите купить? Нет. Котика не хотите купить? Нет. Красивый, маленький. Я понимаю, аллергию. А, предлагал, не предлагал, не помню. Котика не хотите купить? Маленький, к лотку приучен. Девушки, извините, котика не хотите купить? К лотку приучен? Маленький, дети просто. Нет. Нет, извините. Да, так мы тебя не быстро продадим. Вот хочешь быстро продать свой автомобиль или найти машину мечты? Вот и я хочу избавиться от машины жены. Захожу я, значит, на дром. Ты посмотри, сколько тут объявлений. Их просто тысячи. Вот смотри, есть фильтры. Это мы сейчас настроим фильтр от собственника. Вот смотри, что нашел. Москвич 3, 23-го года, в Омске. Так, вот, значит, отображается его история. Здесь у нас пробег. Даже вот смотри, можно узнать, был автомобиль в аварии или нет. Не, ну прикольно ребята сделали, респект. И все это прям просто с телефона. Вот с этого маленького экрана я могу посмотреть более 500 тысяч объявлений по всей России. Полный отчет истории авто. Добавить объявление можно в один клик. Дром даже сам все заполнит просто по фотографии СТС вашего автомобиля. Дром не просто помогает найти вам машину. Он дает вам уверенность в покупке. За машиной строго иди на дром. Отзывы реальных владельцев. Фильтр от собственника. Функция отличная цена. Дром уже подумал и заботится о каждом аспекте вашего выбора. Да, машину Монике я, конечно, не буду продавать. А, меня убьют после этого. Но знаете, что я для вас подготовил? Небольшой спойлер с моей жигой. Если хотите посмотреть, во что она превратилась прямо сейчас, то вбивайте прямо вот эти параметры с экрана и офигевайте. А я пошел дальше. Женщина! Женщина! Может, вам кошка все-таки нужна, а? А она, кстати, кладку приучена. Ну, женщина, ну, постойте, а! Вы на этой машине, как и на любой другой, можете просто ездить, возить там рассаду, запихнуть чемоданы, поехать в пробег, поехать в путешествия. Понятно, вы с собой супер много всего не возьмете. Это не большая машина. Но это машина, которая позволяет тебе чуть больше, чем всем остальным владельцам BMW M3. Мне, на самом деле, не нравится, что они одну назвали M3, а другую назвали M4. Потому что я считаю, что, ну, это M3. Вы же эту не назвали как-то там, M12, правильно? Вы же не стали эту машину по-другому называть. Вы называете M3-вагон. Ну, и там не надо было прыгать M3, M4. Все, M3. Всем было бы понятно, здесь нет присосок, здесь нет электрического руля. Зачем они это сделали? Ну, безусловно, они это сделали для того, чтобы покупали следующий класс. Чтобы покупали M5, в которой там, соответственно, это есть. А тех, у кого есть деньги на M5, и у кого все это есть, они дальше билетят на КС. Убирают опять все это и говорят, а вот теперь, братан, у тебя машина легкая, заплати нам бабок за то, что она легкая. У вас, наверное, вопрос. Что с фонарем? Да, никто не понимает. Видимо, когда машину везли сюда из Европы, а эту машину привезли в полонакуренном состоянии оттуда, откуда-то с района Амстердама. Видимо, вот эти обкуренные доставщики, которые это делали, они когда толкали машину, я не знаю, зачем они ее толкали, они уперлись рукой в фонарь, он треснул, и после этого там начала накапливаться влага. После того, как там накопилось определенное количество влаги, фонарь, к сожалению, просто сдох. Но это нам не мешает, мы все равно поворотники не включаем. Он здесь сделал стейдж-2, я против этой хуйни, ну я не против стейдж-2, я против того, как эта машина стала звучать. И когда вы этот звук слышите один раз у своего поеба соседа, который просто проезжает рядом с вами, и вы эту херню слышите один раз в неделю, это, наверное, дай. Но когда ты это слышишь каждый день, нужно очень любить свою машину, прям безумно любить и прям кайфовато из этого звука, чтобы это сделать на каждый день. Приятный разгон, но просто пи***ц какой неприятный звук такой. Эти моторы, конечно, выдают потрясающую мощность. Булкин купил себе такую машину, назвал ее, по-моему, «Арбузик». Она зеленого красивого цвета, и они ее прошили. И вот что у него получилось. 2, 55, 0, 100, 120, 5, 27. Это же столько же, сколько было ходом. Ровно. Я как бы был фанатом RS6 и владельца C7. Я считаю до сих пор, что это самый эталонный спортивный универсал. Я считаю, что от M3 Touring у них получилось приблизиться, так скажем, по-моему. Знаешь, типа стоит, не стоит, вот на M3 стоит, так же, как на RS. А так, в целом, конечно, ну само собой начинка, то есть S58, мотор, который уже себя во всем мире это проявляет. Из него там выкачивают соки. Ну да, мотор классный. Но самое крутое, что я считаю в этих M3 на сегодняшний день есть, это не только вот этот мощный классный мотор, который можно теперь просто вот дунуть по самой неболой и кайфовать. Потому что раньше приходилось просто ставить компрессоры, которые были нестабильными. Потому что что на E92, ESS-компрессор. Да, одна машина из миллиона там более-менее что-то там показывала, но она не ездила каждый день. А здесь все уже настроено, все сделано. Вбери кайфуй. И самый главный кайф в этой тачке то, что она еще и полноприводная. И для наших условий, климатических, это просто кайф. Очень легкое в управлении. В машине сейчас находится пять человек, я еду достаточно аккуратно. Но самый кайф, это вот рулевое управление. Вот этим берет компания BMW, таких как я. Тем, что ни одна другая марка так не может. Ну, Mercedes там, AMG, да, старается, могут какие-то вещи. Но вот почему-то вот формула, агрессивный внешний вид и вот эта вот управляемость, BMW-шна нас подкупает. Управляемость такую, как BMW, не дает никто. На Porsche я не ездил сейчас. Мне кажется, 911 уже есть. Знаешь, все, кто ездят на М-ках, мечтают о Porsche. Да, да. Все. 911 Turbo S. Просто ни у кого нет денег. Я считаю, абсолютной ошибкой покупать такую машину без карбонокерамической тормозной системы. То есть, если вы купили такую тачку наваливающую, ставьте карбонокерамику даже без разговоров. А сколько сейчас здесь чип выдают, вот эта версия с H2, сколько тут мощности? Ну, где-то 690. А, то есть вообще прям чуть-чуть, да? Да, да, не сильно думали. Я, когда смотрю на эту систему мультимедиа, понимаю, что сегодня у нас происходит на рынке с немцами вообще в целом. Я думаю, о чем мы будем дальше делать? И тут очень интересный пример, который привел мне паштет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто посмотрите, что происходит у паштета. Фильтра, фильтра, фильтра. Паштет с круш-макдак реально нашего времени, блин. Чудесно нырять в них, как дельфин. И сусликом в них зарываться. Подбрасывать их вверх. И этим дождем наслаждаться. Две недели борюсь с автомобилем. Ну, неделю. У меня уже крики, ругань, блин, что только нету. Ну, смотри, машина находится в Москве. Тут все, там, создать пару. Подтверждаем, разрешаем. Использовать CarPlay. Подключение этого устройства невозможно. Мерсия Bluetooth больше не является, блин, совместимой. Почему? Смотри, что мы делаем. Находимся в Москве, видишь, да? Да, вижу. Дальше выключаем зажигание. Так. Лезем вот сюда. Сброс данного автомобиля. Так. Сбросить. Так. Он сбрасывает все данные. То, что ты запомнил, радио и тому подобное. Вот он, навигация сейчас грузится. Мы находимся в Германии. А это как так сделали? Ну, я сбросил сейчас. Он у него точка. А, он не понимает. Да, он пока не понимает. Он еще ловит координаты. Да. Делаем мобильное устройство. Да. Подключаем новое устройство. Опять ищем. Создаем пару. Разрешаем. Использовать CarPlay. Дальше. Продолжить. Продолжить. И, вуаля. Охуеть. Она сейчас потихонечку начинает искать геопозицию. Ну, там 2-3 минуты, на самом деле. Он определит, что машина… Определит. Местоположение – Россия. Дальше. Достаточно машине 15 минут поспать. Она заново загружается. И карту отваливается. И больше… И больше Bluetooth и Wi-Fi не поддерживается. Но на этом история не заканчивается. Дальше. Я поговорил с Мишаней. Он, правда, ничего хорошего не сказал, но я тоже хочу, чтобы вы послушали. Что они творят с программным обеспечением? Есть у тебя понятие лицензии на регион. Что-то лицензировано на какой-то регион. Раньше для России были отдельные лицензии. Вот вспомни, ты на машине, которая здесь куплена, в Белоруссию заезжаешь, у тебя распознавание знаков выключалось. Потому что Белоруссия номинально относилась к Европе. Вот и все. Вот новые электрические машины, как их покупать? Покупать надо китайскую машину, которая здесь официально продается. В России продали первый Роллс-Ройс Спектр. Как только увидели по геолокации, где он находится, его заблокировали. Ну и правильно сделали. Я десять раз говорил, что любители серых импортных автомобилей – это такие куколды специальные. Их сначала вылезают ценой в три раза на эту машину, а потом также будет с обслуживанием всем остальным. Нет, подожди, ну нам что покупать-то? Да, китайцев. Вот китайцы сюда пришли официально продаваться. Нет, погоди, но китайцы не делают альтернативу Роллс-Ройсу. Давай объективно. Значит, надо терпеть со старым Роллс-Ройсом, который здесь продавался ездить. Все эти машины, они, во-первых, разработаны Евро-6 и вот этот Д и Евро-7, который будет. Чем ты ее здесь заправлять будешь? Я точно так же смотрю на дуриков, которые себе этих дизелей понаперли Евро-6Д самых последних. Это уже не третий-четвертый кузов, который можно было привезти из Германии. Здесь как-то обслуживать. А сейчас-то у тебя машина, извините меня, 70% ее ништяков это всякие телематики, вы все привыкли к телефончикам, дрочению на это все. А все. Но при всех этих минусах, при всех этих ситуациях с CarPlay, при всех этих ситуациях с тем, что нас жмут везде, мы все равно не отказываемся. Мы любим эти тачки и мы все равно их покупаем. Почему? Потому что мы BMW-шники. Потому что мы просто любим эти машины. Я знаю очень мало людей, их практически не знаю, кто умеет ездить, чувствует машину, реально понимает толк в технике, гонял на М-ках и ушел от BMW. Я не знаю никого. Я вот один такой, я пытаюсь это сделать, там много лет, вы знаете. И потом КС-ка меня зацепила. И я сейчас думаю, что выйдет сейчас новая М5, потом мы какое-то время подождем, потом появится компот, который всех вообще просто уроет, зароет. Но вот эта тачка будет прям легендой. Не столько сама тачка, сколько ее мотор и то, что с этим мотором можно сделать. Смотрите, сколько было вони по поводу ноздрей. Сколько было вони, все такие ой, ржали по поводу ноздрей. Типа такие они большие, они такие некрасивые, они такие убогие. И чем это закончилось? Все, все сдулись, как фуцики. И все, все покупают. И я такой же. Да такой же. Чтоб рассказывать про эту машину, да нечего рассказывать. Гениальные мотористы построили гениальный мотор. Классный полный привод, быстрая, моментально работающая коробка и крутейшее программное обеспечение для этой коробки. И какие бы электрички крутые не были, сколько бы лошадей там не было, какой бы дизайн у них не был, для людей, которые всю жизнь проехали на бензиновых машинах, вот это заменить никто не сможет. И я счастлив, что я живу в это время, в этот промежуток. Хороший он, плохой, история покажет, но я это время люблю. Когда я могу сесть на BMW M3 вагон, выехать на Багратионовский проезд и по этой шикарной облительной дороге включить М-режим, заплатить штрафы и по пустой дороге дать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok